МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немногие знают, что один из величайших римских императоров Тароян на самом деле был испанцем. Зниитый философ и советник императора Нерона Сенека тоже родился в Испании, в городе Кордова. Объяв в 218 году до н.э. войну Карфагену, римляне вторглись на Иберийский полуостров, чтобы использовать его в качестве плацдарма. Однако им так там понравилось, что они решили задержаться подольше. Римская Испания. У меня сегодня в гостях историки Владимир Ведюшкин и Антон Королянков. Здравствуйте, господа. Владимир Ведюшкин окончил исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Конститута всеобщей истории Российской академии наук. Автор работ по истории испанского дворянства 15-17 веков, а также учебников и учебных пособий. Антон Короленков, выпускник факультета архивного дела Московского государственного историко-архивного института, кандидат исторических наук, научный редактор журнала «Новая и новейшая история», автор монографии книг, в том числе из серии «Жизнь замечательных людей». Коль скоро сегодняшняя передача посвящена именно римской Испании, два слова сказать о важности этой страны для Рима. Действительно, эта важность прослеживается по разным параметрам. С одной стороны, это то, что заставило Рим именно в этот момент отправить туда армию, это стратегическая важность в условиях начавшейся Второй Пунической войны. Когда нужно было не дать Карфагену укрепиться, там использовать очень значительные ресурсы Испании и, собственно, повезти оттуда армии на Рим. Это одна страна. С другой стороны, это очень богатая страна, богатая и своей природой, очень много плодородных земель на юге, не во всей Испании. Естественно, в Испании там очень разные по плодородности земли, но вот как раз на юге, особенно в долине Квадалкьювира, очень много плодородных земель. Вот будущая римская провинция Бетика, она как раз славилась на всю римскую державу своим плодородием. Пшеница, в первую очередь. Пшеница, олива и, в общем-то, довольно много и вина делали в Испании, очень неплохого, в том числе на вывоз, при том, что вся империя производила в той или иной степени вино. И, конечно, это огромные богатства природных недр, металлы. Самые разные и железо, и свинец, и олово, и медь, в том числе и золото, и серебро. То есть то, чего Риму очень не хватало. То, чего Риму очень не хватало всегда. И в какие-то моменты, пожалуй, эксплуатация рудников на каких-то значительных довольно территориях Испании, Испания определяла политику Рима в Испании. Не могли туда не прийти. В общем, они не могли туда не прийти, не могли, скажем, прийдя и вытеснив Карфаген, то есть решив свою стратегическую задачу, не могли все равно оттуда уйти, потому что это был слишком лакомый кусок. Ну, это понятно. Так что вот в этой связи активность Рима в Испании, она как бы изначально задана аналогично, и любопытно то, что, собственно, на полях сражений Испании мы увидим, наверное, добрую половину римских полководцев и государственных деятелей. В разные периоды они появляются там неравномерно. То есть как только заканчивается завоевание Испании, соответственно, Испания тут же перестает привлекать такое внимание римских историков, исчезает со страниц, почти исчезает со страниц римских авторов, по крайней мере, пишущих на исторические сюжеты, поскольку уже событийная история, как бы она сильно трансформируется, и уже не так интересно. Мы вернемся немножко назад. В 218 году в городе Эмпории высаживается Гней Корнелий Сцепион, дядя будущего победителя Ганнибала Сцепиона Африканского, и, одержав первые победы над карфагинянами, он там закрепляется. Позднее высаживается его брат Публик Корнелий Сцепион. Они захватили значительную часть карфагенской Испании, однако в 212 или 211 году, точно неизвестно, как-то так получилось, что Пулей подставился под удар сразу с трех сторон и самих карфагенских военачальников, брат Ганнибала Газдрубала, другого его брата Магона, а также испанцев, и был уничтожен, а после этого была решена судьба Гнея. Как говорил Флор, что эти факелы погасли, едва вспыхнув, и встал вопрос в Риме, кого направлять. Якобы никто не хотел ехать, и все боялись. Особенно было обидно, что такое тяжелое поражение римляне понесли после блестящих побед. Там одержан их после взятия Капы и вызвался ехать сын Публе, тоже Публи, будущий африканский, который был назначен проконсулом, хотя даже не занимал претерской должности. И вот он высадился в Испании, опять-таки не очень ясно, в 210 или 209 году и сумел, приведя армию в порядок, смелым налетом захватить новый карфаген. Загадочная история, потому что он сумел провести войска через лагуну во время отлива и до сих пор историки не знают, то ли этот отлив был постоянным, то ли непостоянным. Если постоянным, то карфагене должны были бы его ждать, а его не ждали. Видимо, отлив был, так сказать, не всегда получался, он просто рискнул. Получился и не от рыбаков, и город взял. Новый карфаген, город на восточном средиземноморском побережье Испании, ныне Картахена, основан в 220-х годах до нашей эры Гоздрубалом, был центром карфагенских владений на Пиренецком полуострове и главной базой карфагенян во время Второй пунической войны в Испании против римлян. Новый карфаген был захвачен в результате смелой атаки войск Публиа Корнелия Сцепиона, впоследствии прозванного Африканским в честь победы над Ганнибалом. Еще, наверное, надо сказать несколько слов о римском флоте, потому что до этого они особо как бы к десантным операциям не прибегали. Вот. Случалось, но не в таких масштабах, как в Испании. Таких десантов, скажем, десанты были, но это не те десанты, что в годы мировых войн, когда высаживались под огнем противника, они высаживались там, где врага не было, поэтому речь шла просто о перевозке и высадке. Это все-таки римский флот вполне может делать. Ну, перевести 20 тысяч человек это... Ну, Сцепион-то прибыл уже там, меньше у него было, но они все-таки имели опыт Первой Пунической войны, где они уже и на Сицилии высаживались, и в Африке, то есть все-таки совсем в этом деле неопытными они не были. Другое дело, что много лет прошло, но как-то они с этим уже справлялись. Больших морских боев в Вторую Пуническую не было, вот с десантными операциями. Командовал флотом Сцепиона Лелий, и по странной случайности потом другой Лелий, сын этого, был другом другого Сцепиона, уже Эмилиана, который разрушил Карфагента. Ну, ходили они на веслах. Ходили они, конечно, на веслах, если ветер дул, то, понятно, и пороса... Ну, да, но в основном на веслах, и осадка кораблей была небольшой. У Фукидиды описывается, как афинские моряки, которым по какой-то причине пришлось прыгнуть в воду, они руками толкали свой корабль. Ну, да. Что вообще так представляется совершенно невероятным. Но, тем не менее, раз он написал, наверное, знал, о чем пишет. Ну, да. Но с точки зрения десантирования это было необыкновенно удобно, потому что можно было подойти... Да, корабли можно было вытащить вручную на сушу. Вот. И вот после падения Гадаса, собственно, все и завершилось. Покорение Испании, если не считать того, что испанские племена, как-то решив, что они теперь свободны, вдруг оказалось, что они должны подчиняться римлянам. По ходу дела пришлось еще с ними выяснять отношения. И так, как будто бы неизвестно, чтобы карфагиняне хотя бы один город стерли с лица земли, Цапиона и его офицеры записали на свой счет. И Остаповы, и Оронгесы, и Литурги. Правда, и Литурги уничтожили римский гарнизон, такие дела не прощались. Но вот несколько городов они сделали достоянием археологов. И с тех пор они на карте только как воспоминания остались. Вторая пуническая война. Конфликт между Римом и Карфагеном за гегемонию в Средиземноморье. В разное время на стороне Рима воевали Сиракузы, Нумидия, Италийский союз и Бергам. А на стороне Карфагена Македония, Македония, Нумидия, Сиракузы и Ахейский союз. Официальной причиной войны стала осада и взятие испанского города Сагунта, союзника Рима, карфагенским полководцем Ганнибалом. После этого римляне объявили Карфагену войну. Поначалу карфагенская армия под предводительством Ганнибала, вторгшаяся в Италию, одерживала верх над римскими войсками. Самой значительной из побед карфагенян являлась битва при Каннах, после которой в войну на стороне Карфагена вступила Македония. Однако римляне вскоре перехватили инициативу и перешли в наступление. Последним сражением войны стала битва при городе Заме в октябре 202 года до н.э., после которой карфаген запросил мира. В результате Второй ипунической войны карфаген потерял все свои владения за пределами Африки. Важнейшим как раз процессом, который начинается с этого времени, с эпохи первых сцепионов в Испании, это романизация. То есть романизация в самом широком смысле это очень долгий, важный процесс в истории Испании, который шел долгое время параллельно с военными действиями и в какой-то степени осуществлялся и через военные действия, поскольку армия, когда она стояла лагерями в этой чужой для нее опасной стране, естественно, тоже была определенным носителем римских обычаев, римской экономики в какой-то степени, римских отношений, римской политики, культуры, всего. И вот эти процессы продолжались очень долго, в разных районах Испании протекали по-разному и до конца наверное вот за почти 700-летнюю историю римской Испании так и не завершились. Сцепион африканский будущий тоже основал город Италику, то есть название уже само за себя говорит для раненых и ветеранов, да, и для тех, кто в общем вполне готов был здесь остаться. И так потихоньку основание городов пошло, потом Картей появилось. Города, конечно, римляне жаловали разными привилегиями в зависимости от их поведения и важности и там личных связей и так далее. Одни не платили дани, другие платили гадость, например, просил, чтобы ему дали собирать дани самому римляне, слегка надули, потом пришлось уговаривать, вроде бы договорились. Одно дело, скажем, цивилизованные племена долины Бетиса или испанского Леванта, другое дело, это кельтиберы, которые больше напоминают средневековые племена, не племена, а вот, скажем, германцев накануне средневековья. И совсем третье, это лузитаны, которые вообще, говоря, римляне иначе как бандитами не считали, они жили в значительной степени набегами, воинами друг с другом, там, переселялись с места на место, лишняя молодежь уходила воевать, там, ну, по весне, так называемая священная весна. для слушателей, для зрителей, добавить, что Лузитания, это, собственно, территория современной Португалии прежде всего, но не только, то есть она включала и прилегающие области Испании, прежде всего, районы Стримадуры. Лузитания, древнеримская провинция, располагалась на большей части территории сегодняшней Португалии и западной части нынешней автономной области Испании Стримадура, а также на территории провинции Саламанка и Авила. Название провинции происходило от иберийского племени лузитанов, предков современных португальцев. Лузитания образовалась в 15-м году н.э. после ее отделения от провинции Испания. Экономическое значение Лузитании основывалось на богатых запасах серебра и железа, которые были весьма востребованы римлянами. Понятно, что там, где были более цивилизованные народы, там руманизация шла гораздо быстрее, скажем, с теми же лузитанами, уж тем более кантабрами или астурами на севере Испании. Они вообще толком до конца так они руманизировались и не стремились, и там кроме родников римлян ничто не волновало. Ну вот уже римляне, как считается, в 197-м году до нашей эры создали две испанских провинции. Они их то сливали, то разъединяли, в конце концов закрепилось до конца республики двучленное отделение. Испания дальняя, то есть или Бетика Испания, Испания ультериора, Испания ближних, Испания китериор, это вот всё, что к северу. Наверное, надо сказать несколько слов о том, как вообще возник термин Испания, что он означал и почему. Ну, термин, значит, мы об этом даже не помню, уже не говорили на первой передаче. В принципе, это считается, что это финикийское слово, которое есть разные этимологии. Одна из них связывает с кроликами, которых якобы было в изобилии, в том месте, к которому пристали финикийцы, и они назвали это место берег кроликов. Отсюда соответственно. Ну, это отчасти. Дело в том, что даже воины Лукула во время осада одного из испанских городов, там у Апиана, говорит, что они питались мясом кроликов, так что, в общем, возможно, это не так уж и неправда. Очень может быть, да. Вот. И в 197-м же году начинается грандиозное восстание, которое иногда называют Первой Кельтиберской войной. В ней, как правило, сказал Владимир Александрович, почти все римские полководцы, каких мы знаем, крупные, в Испании побывали. Вот там побывал в частности Катон. Сражение первое испанцы выиграли, убили наместника. Катон прибыл. Через два года как раз вот в районе импории их разбил, где высаживались цепионы. Он проделал хитрый трюк. Он, согласно легенде, приказал в один день всем городам разрушить свое укрепление, куда он отослал пакет. Ну, а поскольку никто не знал, что приказано соседнему городу, они их разрушили, и как будто бы раскопки это подтверждают. Потом там воевал Эмили Павел, будущий победитель Македонии. Сначала неудачно, потом наоборот. Вот. И закончилось это где-то в 179-м году, когда Альбин и, с постами Альбин и Симпроний Гракх разгромили восставшие племена окончательно и заключили так называемый Граков договор, согласно которому были установлены довольно мягкие условия, то есть они должны были поставлять воинов и платить налоги. Сенат оговаривал свое право взимать их тогда, когда хочет, и отменить, когда хочет, но исключительно по собственному произволу. Ну и, конечно, да, и запретили окружать города укреплениями новыми. Те, которые есть, можно было оставить. Вот из-за этого произошли потом некоторые трудности. После этой войны был основан крупнейший город современной Испании Кордоба, который тогда назывался Кордобой. Как будто бы все было тихо, как говорится, устаканивалось, но вот в 154-м году случилась неприятность. Лузитаны напали на Южную Испанию. Они вообще это периодически делали, для них это было нормально и в доримскую эпоху. Римляне к этому отнеслись без понимания, двинули войска и кончилось тем, что были разгромлены полностью. Лузитаны на радостях отослали значки, захваченные у врага в Кельтиберию, но с Кельтиберами они враждовали. Тем не менее, Кельтиберы отнеслись так с интересом к этому подарку. Однако, римляне сами подлили масло в огонь. Их хватила истерика, что на фоне лузитанских побед Кельтибер восстал. Когда встал вопрос в городе Сигеда построили новую стену, они сказали, что разрушайте по договору не положено. Им стали объяснять, ну как же так, это же тот же город, который был, просто он расширился, мы просто тот же самый город укрепляем. Вместо того, чтобы не лезть в бутылку, римляне заявили, а вы еще давайте налоги платите, которые они какое-то время не собирали, а давайте еще и войска поставляйте. И, разумеется, это привело к ненужной конфронтации. На помощь Сигеде пришли Кельтиберы из Нуманцы и началась так называемая Нумантинская война параллельно с Лузитанской. Редактор субтитров А.Семкин Лузитан, правда, довольно быстро разбили. Полководец Мумий, который позднее отличился как разрушитель Каринфа в Греции. Более того, Лузитан не просто разбили знаменитый оратор, а в данный момент полководец Гальба, который позорно проиграл битву при Кармоне, сумел их потом окружить, пообещал дать землю для поселения, но после разрушения продал в рабство, а некоторых перебил. В общем, это не одобрялось даже и римской традиции по отношению такого рода поведения, то есть явное вероломство. Да, даже по отношению к вероломным Лузитанам. И Катон предлагал его отдать под суд, но до суда не дошло, поскольку Гальба, естественно, стал направо и налево раздавать взятки, но больше всего бросилось в глаза не это, поскольку взятки он раздавал без свидетелей, главное, он даже не поделился доходом от проданных рабов со штабом, это было вообще полное безобразие с точки зрения, так сказать, негласного этикета, он вывел усыновленного им сына консуляра Супица и Галова, посадил на плечи и сказал, вот, когда меня осудят, я уйду в изгнание, вот позаботьтесь о нем, квириты, и римляне прослезились и не стали отдавать его под суд. А заодно и лузетаны стали отпускать проданных в арабство, как вообще-то предполагалось, да, заодно забыли. И, а что касается Кельтиберии, там дела шли плохо, так называют, это Полибий называют огненной войной, то есть римляне-то привыкли летом воевать, а вот еще и зимой постоянные партизанские набеги, это не война с Антиохом или Персеем, когда один бой все решал. И кончилось тем, что прибыл консул Марцел, который был избран третий раз консулом, больше одного раза, он сумел провести уникальную операцию. Он заставил Кельтиберов после успешных операций согласиться на безоговорочную капитуляцию, Дедицего по латыни, но выдвинул довольно мягкие условия. Контрибуция была тяжелая, но оружие сдавать не потребовало. Все остальное было как по граковому договору, по крайней мере для части Кельтиберова. Другая часть должна была уже подчиниться римлянам почти всецело. И до сих пор даже неясно утвердили этот договор. римляне или это было такое перемирие, которое нуждалось в утверждении. В общем, как-то ситуация зависла. Трудность еще была в том, что продолжались бои у Зитании и воевать на двух фронтах было трудно. Ну да, это в любое время, в любую войну. Ну, римляне привыкли, это для них было нормально, но у них уже народ поостыл от всяческих войн, тем более трудность была в том, что эта война не давала большой добычи. А потом война шла как бы из двух, то есть ее вели два разных чиновника из двух разных провинций, да, то есть прежде всего с Экельтиберами, с Нуманцией, восставшей, воевал ближней Испании, в то время, как с Лузитанами наместник Дальней Испании из Бетики, с юга, как бы вот в сторону территории современной Португалии и Стримадуры. Римляне пригнали еще одну армию и нового полководца, но все никак не удавалось, пока не выбрали консулу по второму разу, вопреки запрету, сцепивана Эмилиана, победителя Карфагена. Никаких гениальных мероприятий он не провел, он просто сделал то, что делал нормальный военачальник. Укрепил дисциплину, он окружил со всех сторон город, даже на реке установил вращающиеся лезвия, чтобы они не давали по реке подвозить продовольствие, и Нуманция была задушена голодом. Как мне кажется, надо бы поговорить еще и о том, что римляне там делали помимо ведения боевых действий. Я имею в виду строительство дорог, как ведуков. Кратко насчет Нуманции еще два слова, поскольку очень, так сказать, трагическая история. Когда из соседнего города Лутии жители хотели помочь Нуманте, Нуманции туда прискакал Сцепион Эмилиан, получивший разведданные, и велел зачинщиков выдать, угрожая город сравнять землю. Ему выдали 400 человек, а он милостиво убивать их не стал, только отрубил руки, как потом Цезарь сделал с защитниками ухо села Дуна. Ну, а когда Нумантинцы поняли, что деваться некуда, они просили Сцепиону хоть о каких-то условиях, он сказал никаких условий. Ну, и тогда часть из них покончила сабвантичной, авторы очень красочно это все описывают, и когда они уже вышли из города уцелевшие, грязные, оборванные, голодные, говорят, даже суровые римские легионеры прослезились, всех их продали в рабство, 50 человек сохранили для Триумфа, поздние античные авторы пишут, что вообще никого не было, ну, конечно, 50 человек это не густо было для Триумфа, и вот на этом как бы Нумантинская война завершилась. Ну, а как положено, только теперь прибыла комиссия из 10 сенаторов, это означало, что территория считается завоеванной, впервые до сих пор не приезжала, нет сведений, которая решила, какие города получат конфету, какие... Солесток. Наоборот, да. Вот, и кому-то там чьи-то земли выделили, потому что на Манце как община была ликвидирована, ее земли надо было поделить, ну, а на юге уже или там на востоке Испании, как говорится, жизнь била ключом, и там уже стали внедряться римские институты. романизация. Да, и уже упоминаются при описании боевых действий местные жители уже с римскими именами, там, например, Гаймарцы из-за далеки. Вот, и римлян, которые жили в Испании, их называли хеспененсис, это особый термин был, и уже появляется упоминание о типичной римской организации общественной коллегии, и начинают строиться здания по римскому образцу, и первые надписи уже потихоньку вот именно к этому времени относятся, и даже более раннему. Кроме того, да, но при этом сохранились и финикийские города, и греческие, они, разумеется, романизировались гораздо хуже, у них была своя культура, им эта романизация была не нужна, ее лучше, римскую культуру лучше усваивали жители Бетики, вот в районе Гуделки Ира, и уже к концу первого века до нашей эры Страбон говорил, что они все в тогах, и им только не хватает званий римских граждан, латинский для многих постепенно становился родным, разумеется, хлынула толпа предпринимателей из Италии, которые разрабатывали рудники, говорят, что рудник, принадлежавший Ганнибалу в свое время, давал 300 фунтов серебра, чуть ли не ежедневно, в общем, там, ежегодно, вот, и, понятно, римлян все это очень привлекало, и говорят, что и монетную, серебряную чеканку они наладили по-настоящему, именно благодаря завоеванию Испании, а кроме того, они позаимствовали оттуда тип испанского меча, говорят, когда македонские воины увидели своих товарищей, убитых испанскими мечами, они пришли в ужас от того, как это оружие страшно действует. А чем испанский меч отличался? О руках, ну, своей более удобной, скажем так, конструкцией. Он был обоюдоострый. Он и обоюдоострый, и, так сказать, оптимальной длины. Оптимальная длина это больше гладиуса, видимо, да? Это и есть фактически испанский меч, другое дело, что это как-то потом, он стал настолько римским, что забыли, тут как с горами произошло римский. Американские горы называют у нас американскими, а в Америке русскими. Вот, видимо, с мечом произошло то же самое. Гладиус или глади, римский короткий меч 60-80 сантиметров, по одной из версий изобретен испанцами. Центр тяжести меча сбалансирован по отношению к рукоятке за счет увеличенного шарообразного противовеса. Острея имела довольно широкую режущую кромку для придания клинку большей пробивающей способности. Использовался для боя в строю. Хотя рубить гладиусом было возможно, считалось, что убить противника можно только колющим ударом. И для таких ударов гладиус и был предназначен. Наиболее цивилизованные районы Испании, особенно иберийские, очень хорошо руманизировались, а вот финикийские, конечно, продолжали долгое время оставаться финикийским, использовать финикийский язык, но и греческий, само собой, тоже. А город эмпории вообще был уникальным, он делился на три части. Одна часть греческая, другая римская, третья местная испанская, и называлась эта часть индикой. Причем римляне не позволяли себе таких вещей, которые позволяли на Сицилии или в Азии, где они грабили население беспощадно, они платили только одну двадцатую, при карфагинянах одну десятую дохода. Это, в общем, о чем-то говорит. Ну, наверное, злоупотребления-то наместников были и здесь тоже. Нет, злоупотребления были, но общая система обращения была более мягкой. Побаивались все-таки так грабить, потому что, видимо, понимали, чем это говорит. Тем более, значительная часть расходов была не из-за злоупотреблений, которые носили, так сказать, характер от случая к случаю, а именно постоянные войны. Ну, и строительство, опять же, потому что, куда приходят римляне, там возникает система дорог, с поводу снабжения. Да, да, да. И об этом, конечно, стоит поговорить отдельно. Насчитано, по-моему, около 34 различных маршрутов римских дорог по территории Испании, то есть Испании и Португалии. Главной была так называемая Виа-Аугуста, то есть путь, который вел из северной Италии через Средиземноморскую Францию нынешнюю, то есть Галлю, соответственно, в нынешнюю Каталонию через Таракону, Таракона римская, и дальше, соответственно, вдоль побережья, а затем где-то в районе, наверное, Нового Карфагена или чуть-чуть, может быть, позже, от побережья она уходила в сторону Верхней Андалусии. Там рельеф это, в общем, достаточно позволял. Это была основная дорога, по которой можно было с нее, не исходя, ну, как бы, от Гадиса, от Кадиса доехать до непосредственно Дорина. Это основная дорога, от нее, соответственно, к северу отходили другие пути. Один из основных шел от Италики и, соответственно, от Гадиса через Эстремадуру в район нынешней Саламанки и дальше, соответственно, еще на север к нынешнему Леону. Об этом мы еще поговорим, откуда возникло это испанское название. Вот. И довольно важная дорога шла от низовьев реки Ибер, нынешней Эбра, по долине Ибера, туда через территорию нынешнего Арагона, значит, соответственно, к территории, которую занимали Кантабры и Астуры, да, соответственно, в эту часть. Естественно, были какие-то дороги меньшего значения, на пересечениях возникали какие-то новые населенные пункты, хотя, естественно, дороги прокладывались таким образом, чтобы какие-то важнейшие пункты друг с другом соединять. И, в общем-то, эта система дорог просуществовала очень долго и служила на протяжении значительной части Средневековья эти дороги использовались, и какие-то фрагменты сохранились в некоторых местах Испании до сих пор. Ну, по сути, это тысячи километров. Это многие тысячи километров. Надо сказать несколько слов о том, почему римляне строили дороги. Ну, это понятно, для лучшей эксплуатации богатств. Ну, для большей скорости передвижения. Да, безусловно. То есть, с одной стороны, всегда существовала, или, по крайней мере, очень долго существовала опасность какого-то очередного конфликта с местным населением, восстания. До конца республики, то уж точно, даже в начале империи. И, соответственно, нужна была возможность быстро перебрасывать легионы. С одной стороны. А с другой стороны, из отдалённых районов Испании нужно было перевозить руду прежде всего, ну, и другие какие-то товары, зерно. Ездили торговцы, ездили какие-то ремесленники, которые искали работу и так далее. И для всего этого требовались, безусловно, дороги. Кстати, довольно много сохранилось в Испании найденных верстовых столбов. Как бы это вот, милия, да? Милия. А какой ширины они были, вот, если брать главные дороги? Две повозки разъехаться могли? Да, сколько я помню, всё-таки две повозки на главных дорогах могли разъехаться, но не больше, поскольку большего, собственно, и не требовалось. Можно предположить, что в разные, по разным оценкам и в разные периоды римская Испания могла насчитывать порядка 5-6-7 миллионов. Кстати говоря, из них, наверное, меньше процента, по крайней мере, вот первые 100-150 лет составляли римляне. Всё остальное это были местные жители, хотя, естественно, довольно быстро были запущены механизмы ассимиляции. Раз уж мы заговорили о дорогах, то имеет смысл сказать о мостах. В Испании сохранилось довольно много мостов римских, причём в ряде случаев это, собственно, римские мосты, а в ряде случаев в эпоху Средневековья они в соответствии со своим римским обликом и римскими правилами сильно довольно ремонтировались, но всё равно сохраняли римский облик. По сути, всё равно даёт представление о том, как выглядели римские мосты. Так что есть такой мост в городе Меридо в Испании, Аугуста Эмерито, об этом мы ещё поговорим, это отдельная очень интересная тема, этот город, уникальный в своём роде. Есть мост в Саламанке, есть мост в Кордове, Кордуба, значит, латинская. Самый, наверное, знаменитый и необыкновенно красивый мост римский находится в местечке недалеко от португальской границы в Истримадуре под названием Алькантора. Название арабское, которое, собственно, и означает мост. Настолько впечатлил арабов этот мост, что они назвали по нему и населённый пункт, который там, соответственно, существовал. То есть он перекинут над сравнительно небольшой речкой на очень большой высоте. Высота, по-моему, центрального вот этого столба от поверхности воды до перил моста, наверное, где-то порядка сорока метров. Необыкновенно красивая, изящная такая вот инженерно-прекрасно выверенная конструкция. Вот эту вертикаль главной опоры подчёркивает арка, которая, триумфальная арка, которая на сей раз сделана не при въезде с той или с другой, или с обеих сторон, а ровно в центре моста. Потом уже в эпоху Средневековья украсили всякого рода гербы и зубцы, но это как бы уже более позднее добавление. Вот как такой кристально чистый образец древнеримской архитектуры, это, наверное, один из лучших образцов вообще сохранившихся в мире. И важно подчеркнуть, что вся последующая история Испании вот этой стороне римской деятельности очень обязана. То есть эти дороги, эти мосты потом использовались не просто веками, а тысячелетиями. Да. Ну, наверное, в это же время на тех территориях, где они обосновались прочно, в частности, на Юде, началось строительство амфитеатров, потому что без увеселений римляне... Ну, основная часть все-таки там были опять-таки в имперскую эпоху и то, что дошло в имперскую эпоху. Ну да, в Тарагоне все это достаточно хорошо сохранилось. Ну да, потому что амфитеатр разрушить вообще это надо очень постараться. Тем не менее, есть вот где-то, как раз в Мереде есть амфитеатр, от которого сохранилась только арена. Тут надо иметь в виду, что на протяжении всего Средневековья, особенно раннего Средневековья, местные жители, как правило, вместо того, чтобы добывать камень и потом его обтесывать, использовали уже готовый камень из... И в этом отношении Средневековье разрушило римские древности больше, чем варвары. Вот, поскольку просто использовало их как материал для собственного строительства. Ну, это наблюдалось практически в любой стороне. Конечно, да, это общее правило. Да, взять то же самое Мезоамерику. И Мезоамерика, да, и те же самые арабы, скажем, свои генеральные постройки в той же Испании строили во многом используя колонны римские там. Так, ну, вернемся к событийной стороне. Что происходило дальше? Приехали сенаторы? Ну, я уже говорил, что бывали такие случаи совершенно нечастые для других провинций, когда, например, наместник позволил себе злоупотребление взиманием хлеба в Испании, так Гай Граг, восходящая звезда римской политики, брат Тиберия, заявил, что надо вернуть то, что испанцев украли таким образом. Или, скажем... И вернули, или, как всегда, забыли? Или историю умалчивает? Историю умалчивает осен. Но, во всяком случае, важно, что вопрос так был поставлен. Другое дело, что, конечно, граки считались как бы покровителями Кельтиберов, поскольку с ними заключал договор их отец. А что касается некоего Гнея Корнелия Сцепиона, не очень понятно, когда это было, явно во втором веке, изолированное сообщение. Когда его назначили наместником Испании, Сенат отказался его туда пускать, буквально там сказано, что поскольку он не умел правильно поступать, то есть, для Испании это, видимо, было серьезным аргументом, потому что лишняя война была не нужна. Периодически лузитаны продолжали накатывать, устраивали набеги, они как бы были подчинены, но как бы и не подчинены, потому что удержать эту пустынную местность было очень нелегко, городов там пока особых не было, если были, то на очень большом расстоянии друг от друга. А, конечно, романизация, прежде всего, урбанизация. В начале первого века до нашей эры началась новая война с кельтеберами, которая велась крайне жестокими методами, опять-таки, имел место случай, когда полководец Тит Дидий пообещал расселить местных жителей в других краях, а вместо этого часть убил, часть продал в рабство. Война более или менее была выиграна. Кстати говоря, кельтеберы же отразили полчища кимбров и тевтонов, которые к ним вторглись, попытались вторгнуться еще в конце второго века до нашей эры. К сожалению, об этом известно буквально два слова. Ну, конечно, так сказать, час Испании пробил 80-е годы, когда началась гражданская война уже в самом Риме, и туда бежали представители разбитых партий, сначала туда бежали противники Сулы, потом противники его противников, скажем так, поскольку у Сулы сторонников в Риме почти не было, пока он не победил. Луций Корнелий Сула, римский полководец, консул с 88-го года до нашей эры. В 84-м одержал победу над царем Понтийского царства Митридадом VI. Победив другого римского полководца Гая Мария в гражданской войне, Луций Корнелий Сула стал 82-м диктатором, то есть правителем обладавшим неограниченной властью. Сула проводил массовые репрессии. В 79-м году до нашей эры сложил себе полномочия, но сохранял влияние на политическую жизнь Рима. Но, конечно, самое знаменитое событие это Сертарианская война, когда наместник Испании Сертари, назначенный Марианским правительством противниками Сулы, целый год там наместничал, причем не очень понятно в одной провинции или сразу в двух, вроде бы сумел договориться и с местным населением, и с собственными римлянами, которые там жили, но опирался, конечно, больше на римлян. Но когда пришли Суланские легионы, местное население смекнуло, что драться бесполезно, и он тоже это понял. Сел на корабле в Новый Карфаген, в Новом Карфагене, и несколько месяцев скитался по Западному Средиземноморью, пока, наконец, в Мавритании не сверх местного царька по приглашению местных жителей, и отправился в Испанию, куда, где он все рекламировал себя, пригласите меня повоевать с римлянами, я готов. Лузитана, наконец, пригласили. Изображено это было так, что они его попросили, а не то, что он им себя, наконец, сумел разрекламировать, как победоносный полководец. И, как известно, он несколько римских армий разбил, Сула послал туда воевать своего коллегу по консулату и брата двоеводного своей жены Метелло, Метелло Пи, который его выгнал из Бетики, но дальше у него ничего не получилось, потому что одно дело выгнать из Бетики, другое дело воевать в пустыне, нищие Лузитане, где есть-то нечего толку. И пришлось в итоге присылать ему на помощь Помпея, а Серторий, как известно, с местными жителями обращался очень интересно, при нем на монетах появляются опять не римские, а испанские символы, которые почти уже, казалось бы, угасли во многих районах. Какие символы? Изображение местных богов, разумеется, там местных культовых животных. Он, собственно, сам почитал местных богов очень своеобразно ему подарил местный житель белую лань, которая была тоже культовым животным, но ее на греческий или римский лад называли ланью. Там очень интересный рассказ у Плутарха, я думаю, что его стоит чуть-чуть подробнее здесь светить. Дело в том, что недалеко от того места, где в этот момент находился Серторий, местный житель увидел, на него фактически в лесу выбежала лань с детенышем, которую преследовали охотники. Причем детеныш был абсолютно белый. и этот человек решил изловить этого детеныша, ему это удалось оторвать его от матери и потом поймать. И он привел его Серторий и подарил. И детеныш стал, лань стала ручной. Она ходила за Серторием, она, учитывая ее особой масть, рассматривалась как некий знак богов. И сам Серторий, в общем, зная, откуда к нему она явилась, тем не менее, охотно эксплуатировал представление о какой-то особой священной природе ее, о том, что она якобы открывает ему какие-то вот скрытые от других события, о том, что он от нее узнает о том, что совершилось, но еще никому здесь неизвестно. В ряде случаев он даже для этого как бы шел на некий такой небольшой подлог, когда он скрывал, что он получил от кого-то тайные известия и говорил о том, что вот ему об этом сообщило это самое Лань. И, конечно, это была составная часть очень продуманного пиара для местных жителей. Как пишет о нем Плутарх, не был добрым, но умел надевать личину доброты и уж, безусловно, был человеком чрезвычайно выдержанным, очень здравомыслящим и умеющим далеко рассчитывать. Местные жители его пока поддерживали, пока тяготой войны не стали тяжелыми, известно, что он создал ведь школу для местных аристократов, для детей местных аристократов, где их учили на римские образецы. Плутарх описывает, что он сам участвовал в занятиях, проводил состязания, награждал отличившихся. Когда испанцы видят, что дело уже идет к тому, что слишком тяжко становится его на своей шее держать, стали бунтовать, и он в отместку казнил многих учеников этой школы или продал их в рабство. Противники Сертория в Риме всячески старались представить это как внешнюю войну. Но важно то, что его вытеснили из районов, где жили римские поселенцы, из которых Сертория старалась формировать свои части, поскольку они были обучены римскому лучше, чем испанцы. А когда он был оттеснен в горные районы, там, естественно, уже порядки были местные, ему пришлось перейти к партизанской борьбе, никакой другой уже не мог. Он там, в принципе, мог еще держаться сколько угодно долго, но случилось примерно то же, что и с Вериатом, только по другой причине. Его, как бы сказать, друг и вечный соперник Перперна, который прибыл из Италии после очередного мятежа против сулванцев, стал говорить, что почему он... Он создал из нас Сенат, как бы, в противовесе римскому, хотя на самом деле создал не он, а они его заставили создать. А на самом деле с нами не считается. Ну, понятно, не считался не Сертори, а местный вожди, которому этот Сенат был не нужен. И вообще он стал проигрывать, а вот если я встану, мы будем выигрывать, он убил Серторию во время пира, что очень красиво описано Плутархом. Но оказалось, что разбить римлян он не может, Помпей его разгромил. И, конечно, себя представил главным победителем в этой войне, разумеется, не с Серторием, а с испанцами, хотя Метелпи побеждал чаще и поражений крупных не имел. А Помпей в одном из боев даже потерял коня и просто пешком удирал от серторианцев. Гней Помпей, римский полководец, в начале карьеры сторонник Суллы, участвовал в подавлении восстаний Сертория и Спартака. С 66-го года до нашей эры командовал римскими войсками в войне против царя Апонтийского Митридады VI, которая закончилась победой римлян. После отказа Сената утвердить его мероприятие на Востоке и наделить его солдат землею, в 60-м году до нашей эры вошел в соглашение с Красом и Цезарем. После распада Триумбирата в 53-м году до нашей эры воевал против Цезаря. Сам Цезарь тоже успел повоевать в Испании и даже хотел справить Триумф, но у него встал вопрос либо Триумф, либо Консулат, потому что, чтобы избираться в Консула, надо въезжать в город или получать разрешение, или ты заочно, чтобы избирался. Но политические противники ему сказали, что придется ему как-то без Триумфа обойтись. Но он решил стать Консулом. А война в Испании уже началась только в 40-х годах. Как раз, собственно, первые крупные операции там шли в 49-м году до нашей эры. Цезарь, учитывая, что Помпею считался формальным наместником Испании, держал там легионы в углазе со своими командирами Петреем и Афранием, после сложнейшей серии маневров сумел их загнать в ловушку под городом Элерда и заставил сдаться. Но потом Цезарю пришлось туда вернуться. Сыновья Помпея там продолжали отстаивать свое дело, когда Помпей давно уже погиб. Дела шли не очень гладко, пока Цезарь их не заставил дать ему бой в битве при Мунде, в котором, благодаря коннице намедийцев, которые вышли в тыл помпеянцам, сражение было выиграно и позднее родилась легенда, что якобы Цезарь, крича, что вот здесь, мол, я погибну или одержу победу, бросился с мечом в гущу врага и увлек за собой воинов. Здесь он уже особенно не стеснялся и пленных помпеянцев убивал без всякой пощады и в городах местное население, если оно вдруг поддерживало, то он пощады не давал и продавал в рабство и казнил старейшин. Тут уже он решил, что уже достаточно, показал себя добрым дядей, был добрым полицейским, теперь можно быть и злым. Испанцы на себе хлебнули, особенно на юге Испании. Но это, конечно, те, кто вел себя неподобающим образом по отношению Цезарь. В то же время он основал несколько колоний, сделал колонии, в частности, Новый Карфаген, причем очень своеобразно. Обычно это означало, что приезжают новые римские граждане, а у прежних жителей города отнимают часть земли в пользу этих, а он поступил очень изящно. Ну, колонии сделал, а землю не отобрал. Еще одна деталь, о которой довольно часто забывается, это природно-климатические условия того времени. Париж, которого тогда, естественно, не было, это была просто лесистая местность. То есть, ведь Европа была достаточно лесистая. Север Испании, я полагаю, тоже достаточно заросший. И дороги они прокладывали. И центр тоже. И центр тоже. То есть, территория достаточно неудобная, в отличие от Италии, для ведения войн, боевых действий. Вот сертория в центре Испании прорубание дорог шло буквально через лесную гущу. Ну, так как только, собственно говоря, его оттеснили в центральную Испанию, сразу темп боевых действий замедлился. Помпеев почувствовал, что все деньги вышли, стал просить. Но убили его не в центре Испании, а в той же самой Оске. Кстати говоря, это не только была столица, ну, или так, если можно сказать, ставка сертория. Там крупный монетный центр был, и при нем там монет было на чеканину довольно много. Причем и римские полководцы тоже чеканили монету для того, чтобы платить своим воинам, а монеты, как известно, тоже способствовали втягиванию Испании. Вот система римских связей, романизации, и римские символы играли свою роль. И даже золотые монеты не выпускали специально. Вообще, среди именно испанских колоний очень мало было выведенных из Италии. То есть, это вот особенность, наверное, Испании. То есть, как правило, просто статус колонии получал какой-то уже имеющийся населенный пункт. Это поднимало его положение. Это было выгодно жителям, но не предполагало какого-то массового переселения именно в это место, потока с территории Италии. Но, тем не менее, правление Цезаря было не самым худшим для испанцев. Безусловно. Ну, если не считать этих некоторых эсцессов, в общем, да, потому что при нем романизация продвинулась вперед даже слишком. Он считал, что чересчур свободно раздает римское гражданство. В Северной Италии он официально-альпийскую галлю всю сделал. Римской. Римской, да, как бы. А в Испании, когда он умер, начались новые боевые действия. Там же, как известно, один из сыновей Помпея Сехт еще продолжал бороться, но вскоре ему пришлось уезжать, и он, как известно, сражался уже на Сицилии и создал пиратское государство. А в Испании до конца гражданских войн так относительное затишье наступило, которое было прервано уже при августе. Войска Агриппы завершили условно покорение Северо-Испании. Племена Астуров и Кантавров были формально признаны покоренными, хотя, конечно, забираться в эти медвежьи углы полностью было невозможно. Там же, в общем, горы по три километра. Ну да. Контролировали главные рудники. Да. Что касается местного населения. Как мне приходилось читать, до прихода римлян среди некоторых племен были весьма и весьма распространены человеческие жертвоприношения. И вроде как с пришествием римлян этому безобразию был положен конец. Ну, не сразу. Там римляне, естественно, это осуждали и сохранились свидетельства вот таких как бы запретов со стороны наместников и других каких-то должностных лиц. Но в ряде случаев, в общем, наместники вынуждены были мириться с этой практикой. Один из этих бальбов, по-моему, младший бальб, он даже помпеянского солдата Фадия по кровоагентству, по финикийскому обычаю просто сжег, принеся жертву как бы сам и ни на какие запреты не посмотрел. Но это вообще больше для Галлии все-таки касалось. Там это было более распространено. Ну, чем севернее, тем... Вот. В Испании, конечно, значительно меньше, там скорее в финикийских городах. Но, в общем, это такой проблемы, как Галлия, все-таки не составляло. Вернемся к Октавиану Августу, поскольку его правление довольно много значило и с административной точки зрения, именно в его принципат собственно Испания получила новую территориальную структуру. Из прежних Испании ближней и Испании дальней, ну, ближней и дальней, естественно, с точки зрения удаленности от Рима, были основаны три новые провинции. Тарагона, Таракона по латыни, соответственно. Испания Тараконенсис. Да, Испания Тараконенсис. Бетика и Лузитания. То есть, ну, Бетика как была, так и осталась, а вот ближняя уже очень большая. Пришлось поделить. Пришлось поделить, и все равно эти, значит, вот Таракона осталась необыкновенно большой и очень разнородной. И это позже потребовало уже в эпоху Домината, потребовало новых административных реформ и более дробного провинциального деления. Вот, это одна сторона его деятельности, деятельности Октавиана Августа. Вторая, и здесь, наверное, любители древности должны быть особенно ему благодарны, он основал город Эмирита Августа, куда вывел своих ветеранов, вот ветеранов вот этого, завершения покорения Испании. И этот город, расположенный в низовьях реки Гвадианы, на реке Гвадиана, на юге нынешней провинции Истремадура, немножко к северу от Андалусии, то есть от Бетики. И этот город стал одним из крупнейших испанских, римских центров в Испании. И сейчас является одним из самых значительных памятников римской архитектуры и культуры за пределами Италии, во всяком случае. Хорошо сохранился. Очень хорошо сохранился. Значит, это был центр провинции, соответственно, там сохранилось оба форума, и муниципальный, и провинциальный. Там сохранился амфитеатр, там сохранился театр, там сохранились отдельные виллы, сохранился цирк, сохранились развалины двух акведуков. И музей, который вот, римских древностей, которые там существуют, сам музей сделанный относительно недавно, очень современный, очень так хорош, как музейное здание, но это самый богатый музей римских древностей за пределами Италии. Вот здесь уже на примере памятников Мериды, Аугуста и Эмериты, можно говорить действительно о замечательных достижениях римской архитектуры. Это прежде всего, конечно, Прежде всего, это театр, который, в отличие от многих других театров, где существовала просто каменная стена в качестве задника, вот замыкающая полукруг с центром, здесь эта стена была украшена двухъярусным, роскошным портиком с каримской колоннадой, очень красивым и очень хорошо сохранившимся, кстати говоря. Великолепные оба акведука, сохранившиеся в Мериде. Кстати говоря, один из них называется «Акведук чудес», «Акведукто де лос Мелагрус», что подчеркивало то, каким удивительным явлением он казался в эпоху Средневековья. То есть вот эти… Он, помимо всего прочего, очень красив, то есть он построен, сделан из такого коричневато-сероватого гранита, но с красными прожилками как бы кирпича. Очень так нарядно это все выглядит, и хотя сохранилось это все в руинах, но впечатляет даже в руинах, потому что высота 27 метров. В числе прочего в этом музее римских древностей очень много мозаики, естественно. Мозаики в основном сохранились до позднего времени, уже императорского Рима. Но надо сказать, что Испания вообще очень богата римскими мозаиками, их находят в самых разных местах, в том числе и достаточно далеко на севере. В частности, например, мозаики города Клуния, Клуния – это старая Кастилия, сравнительно недалеко от границы с Астурией. Или мозаики виллы Ла Альмеда – это провинция Леон, тоже старая Кастилия, недалеко от Астурии, от Галисии. То есть не самые романизованные районы. Далеко не самые романизованные районы. Причем мозаики очень высокого уровня. А вот эта космогоническая мозаика? Она сохранилась не очень четко, но все равно и по композиции фигуры, по характеру исполнения, там зодиакальный круг, и фигуры колесницы Луны, и Солнца, то есть восходы и заката, и персонификации крупнейших водоемов, то есть собственной океана, и Ефрата, и Понта, и Нила, считается одной из самых высокохудожественных мозаик Испании. Или, например, довольно занятная мозаика «Суд Париса», где три богини стоят как деревенские девушки, бастыдливо глядя на Париса. И, кстати, если обычные на картинах нового времени обнажены здесь, слава богу, кажется, с этим все в порядке они. И он тоже как деревенский пустошок на них так смотрит задумчиво, очень такое трогательное впечатление производит. Кроме того, там есть мозаика, сохранилась, например, с многочисленными сюжетами из метаморфоза «Овидия», то есть, значит, мало того, что они делали мозаики, они еще и «Овидия» хорошо усвоили. Или, например, мозаика, связанная с рождением Венеры, где тритоны поддерживают раковину, а сама она почти без украшений, только с жемчужными серьгами и среди морского антуража. И присутствует при ее рождении никто и иной, как сам Кронос Сатурн и вот этот Уран, то есть, олицетворение неба. И очень, в каком-то смысле, забавная и хорошо сохранившаяся мозаика Персей и Андромеда, где Персей стоит, у ног его лежит убитое чудище, перед ним стоит Андромеда, а вместо того, чтобы ее расковывать, протягивать в ней руки, он стоит и просто ее разглядывает. Ну, что, тоже дело хорошее. Но самое забавное, что справа от этого громадная голова Медузы Гаргоны с сирепым выражением, что придает совершенно комическое впечатление всей композиции. Но они на многих мозаиках явное восточное влияние чувствуются, они активно изучаются, у них целое издание специальное, посвященное мозаикам. В общем, конечно, счастье, что все это так неплохо сохранилось. Я благодарю моих сегодняшних гостей за участие в программе. Время наше, к сожалению, подошло к концу. Придется остановиться на мозаиках. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в историю. Всего доброго. Смотрите нас. Субтитры создавал DimaTorzok